Профессиональный мастер-класс для сотрудников МФЦ накануне провели специалисты из Азербайджана. Гости делились профессиональным опытом в сфере оказания услуг и перенимали навыки работы у дагестанских экспертов. Встреча состоялась в конференц-зале Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова и объединила более 200 участников со всей республики. Что такое МФЦ? Видеофильм под таким названием, представленный зарубежным гостям и операторам, в доступной форме изъясняет о сферах работы многофункционального центра. Записать ребенка в детский сад, оформить субсидии или приватизировать квартиру – все это быстро, удобно и доступно осуществляется по принципу единого окна. Очереди, перерывы, выходные. Чиновник просто занят или недобросовестный. Для быстрого и качественного решения всех этих вопросов созданы многофункциональные центры предоставления услуг. Дарить улыбку и вежливо относиться ко всем клиентам – вот основная специфика работы всех операторов многофункциональных центров. Такую деятельность республиканского МФЦ азербайджанские гости оценили по достоинству и решили поделиться своим опытом работы с дагестанскими специалистами, проведя мастер-класс для молодых сотрудников. Спасибо, что вы собрались. И, честно говоря, я вас сегодня увидел, вспомнил весну в горах. Вот эта обидия белого мне напомнила на весеннем таку, когда подбирают голыми, белые, красивые. Вот точно на них похожи. И если в нашем государстве, в нашей республике вот такие девушки красивые оказывают услуги населению, я не представляю, что они могут быть недовольны. Я это не верю. Центры обслуживания граждан в Баку носят название «Асанхидмет». В практике работы зарубежных специалистов применяются мобильные автобусы, оборудованные новейшими технологиями, которые выезжают в различные регионы и на местах оказывают все услуги, отмечает представитель азербайджанской делегации Анар Гусейнов. У вас очень на самом деле сильный коллектив, сильная команда, которая на самом деле поставила перед собой цели достичь за короткое время больших результатов в сфере удовлетворения потребностей граждан. И на самом деле с такой молодой командой, в принципе, я бы хотел, чтобы у нас тоже команда состоит в основном из молодежи, среднестатистический возраст наших госслужащих составляет 28 лет. Ну, знаете, уже в процессе обмена опытом мы будем перенимать и они у нас, и мы им, конечно же, будем делиться нашим опытом. Жители крупных сельских местностей Дагестана также в скором времени смогут избавиться от бумажной волокиты. В республике планируется открытие отдаленных офисов МФЦ. Причем с 2015 года эта структура приобретает новый дизайн и название «Мои документы». На открытие 28-го филиала в городе Избирбаши побывали представители Асанхидмет, давшие положительную оценку работе. Я хочу обрадовать и махачкалинцев. Раньше они многофункциональный центр. Единственное, на улице Радиши у нас было. В ближайшее время мы его в районе космоса открываем около 30 окон. Такой обмен опытом весьма эффективно скажется на работе всех сотрудников и принесет множество положительных результатов, уверены организаторы. А пока количество людей, получивших доступ к услугам МФЦ, выходит за рамки одного миллиона. Их деятельность, со словами благодарности, дагестанцы оценивают на отлично. Спасибо этому центру. Здесь я быстро получил документы и паспорт. Раньше с этим было сложнее. Большое вам спасибо. Шахнабад Кулиев, Алексей Колесников. Новости Каспи-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова